Привет всем! Сегодня хочу снять видео. Давно хотела его уже снять, но всё, знаете, как-то не было времени, всё пыталась всё это дело вместе собрать, и для того, чтобы снять это видео, нужно достаточно много времени, тишины, покоя. Поэтому вот, как бы, наконец-то я собралась и снимаю его. Надеюсь, фанаты Кристины Агилеры уже поняли, о чём я. Это все, все на данный момент парфюмы Кристины Агилеры из вот именно вот этой линейки Кристины Агилеры. Я не говорю про именно парфюм, там у него есть Inspire, Expose, нет, я про них не говорю, это отдельная линейка. А здесь у меня, ну, я думаю, вы видите, что общего в данной линейке, в данной серии. Это примерно одинаковое оформление флаконов, да. Я не знаю, как конкретно называется эта линейка, но давайте назовём её Кристина Агилера, да. Ну, или By Night, By Day, как хотите, так и называйте, в общем. Ну, давайте, собственно говоря, начнём. Надеюсь, вам понравится данный обзор, он вам будет информативен. У меня все-все-все парфюмы, которые есть на данный момент, из данной линейки я говорю, про другие ничего не говорю, Кристина Агилеры. Сразу скажу, эти парфюмы в общей доступности вы их можете купить где угодно, вплоть до, знаете, магазина ленты, пятёрочки. Ну, в пятёрочке вряд ли, но в таких вот, типа, гипермаркетах, во всех ревкошах, я думаю, ну, по крайней мере, в Питере они везде есть. Насчёт Литуали не знаю, но я думаю, в Литуале тоже есть. То есть, проблем с приобретением данного парфюма, я думаю, у вас не возникнет. Они везде есть, в одном не увидели, зашли в другой, там точно есть. Так, ладно, начнём. Первый парфюм, который у меня появился, и первый, который, собственно говоря, вышел. Я, кстати, могу рассказывать не в хронологическом порядке, там, как выходили парфюмы, потому что я могу в чём-то ошибиться, но, думаю, в принципе, что-то попробую соблюдать. Это вот этот данный мне парфюм, он просто называется Кристина Агилера, но неофициально также его называют By Day. Потому что, типа, это светлая версия, а вот следующая будет тёмненькая, By Night. Вот он у меня уже такой, знаете, пожелтел. Я, честно говоря, не помню, был ли он жёлтый, напишите мне, но он у меня уже, мне кажется, уже от старости, ветхости пожелтел. Он вышел очень-очень давно, не буду врать, сколько лет назад, посмотрите в интернете, когда он вышел, я его примерно тогда купила. Очень специфический аромат. Я вот его заказала на Азоне тогда, что-то как-то вон доступности не было, теперь можно купить где хочешь. Он очень такой, знаете, он нелёгкий, он такой сильный, но в то же время интересный. Он, я вот лично его использую, когда вот я там иду в каком-нибудь там платье, знаете, или на какое-нибудь серьёзное мероприятие, потому что мне кажется, он серьёзный. Но это чисто моё описание, может быть, вы считаете, что он там, знаете, такая детская водичка. Вот так вот выглядит такой вот бантичек, вот так вот у нас, типа, такие очертания, как женского тела, да, и такая коробочка. Коробочки, видите, у Кристины всё-таки маленькие, лаконичные, мне вот это нравится. Тут вот тоже вот эти цветочки такие, ну вот так вот. Внутри я не скажу, что там что-то есть, там ничего нет. Как-то так. Вот. В общем, советую его почувствовать, потому что он действительно такой интересный. Но, опять же, скажу им, не надушишься килограммом, но чуть-чуть в меру, да, он прикольный. Следующий аромат, и он был, когда, ну, это второй, который я купила. Он был одним из моих любимых, но сейчас я немножко, ну, не очень как-то. Его переборщить очень, если вы переборщите, то как-то, ну, не очень. Но вот у него интересный запах, мне кажется, он пахнет какими-то ягодами, но я могу ошибаться. Честно, я в запахах вообще полный ноль. Здесь у нас розочка, и у меня это, по-моему, единственный аромат, который 50 мл. Все остальные по 30. Я купила в Ревгоше. Почему 50 купила? Потому что в то время за эти 50 давали, знаете, капроновые колготки 20 ДН. Капроновые колготки 20 ДН. И, типа, они были от Кристины Агилера, знаете, в стиле рекламы By Night оформленные. Ну, что сказать. Колготки, на самом деле, оказались мне совершенно малы. Это самый маленький размер. И под этикеткой, которую они распечатали, типа, это Кристина Агилера, была простая Омса. Так что, ну, повелась, да. Ну, в принципе, это, типа, был подарок для меня, поэтому фиг-то с ним. Вот так вот он оформлен, интересно, то есть такое затемнение идет. Ну, в принципе, как-то так. Очень такой интересный аромат. По поводу коробки тоже, знаете, ничего такого, прямо чего-то примечательного. Это By Night, как-то так. Следующий, не помню, что вышел, поэтому возьму мой любимый Royal Design. Обожаю этот аромат. Вы видите, его практически нет. Уже он, кстати, пожелтел. Но это просто-просто супер-пупер аромат. Мне он очень нравится. Я его обожаю постоянно себя пшикать, когда там, знаете, не знаю, что выбрать. Вот этот обязательно. Ну, напишите свое мнение. Может быть, вы по-другому считаете. Но для меня он прямо супер-пупер. Интересная фишка в том, что они как бы дополняют друг к другу. Видите, эти два флакона. Значит, фишка еще в Royal Design в том, что здесь висит кулончик. Вы видите? У меня это типа сердечка. Кристина Агилера там написано, да? И так у нас выглядит коробочка. И вот здесь у нас нарисовано, что за разное количество миллилитров вы получаете разный кулончик. Но я не стала как бы заморачиваться, париться. Но честно, это мой обожаемый аромат. И если я вдруг решусь купить новое, правда, при вот этой куче всего я вряд ли решусь. Но мало ли, то попробую взять вот с другим кулончиком. Ну, чисто, знаете, так для коллекции. Следующий, который я вам покажу, это будет Secret Potion. Так, ну вот так вот у нас все дело выглядит тоже в стиле, в таком вот оформлении всех этих парфюмчиков. Такой вот у нас пока он еще не пожелтевший, розовенький. И здесь у нас такая вот штуковина. Я не знаю, получится ее открыть или нет. В общем, эта штука, она у нас открывается. Это типа, знаете, там... А вот она открылась. У нас тут зеркальце. У нас и кот хочет открыть, и все хотят открыть. Здесь у нас такое зеркальце. В общем, прикольный такой выпуск. То есть, Кристина радовала всякое наличие всякой ерундуинки, висящей на парфюме. Вот такая вот коробочка. Честно, тут, кстати, недавно зашла в Ривгош, и очень меня смутило наличие такой, знаете, сиреневой коробки. Думала, блин, что-то вышло мимо меня, да. А оказалось, что Secret Potion почему-то выпускается сейчас в совершенно другой коробке. Я не поняла прикола. Но вот у меня, видите, тут даже написано, что здесь шарм с зеркалом. Ну, как бы у меня вот такая коробка. Это изначально что было, так что не знаю, чего они стали выпускать в другую коробку. Следующее, что я вам покажу, это Unforgerable. Ну, такой вот у нас флакон в стиле вот первого флакона Кристина Агилера. Он у нас весь такой затемненный, да. Тоже ничего такой. Мне он достаточно нравится. Он даже в стиле By Night, то есть тоже тут розочка. Мне нравится этот запах. Вот по поводу, кстати, Secret Potion не очень. Честно, из всех вот я, если мне предложат выбрать, я его, мой взгляд точно на него не пойдет. Но не очень он. Ну, это чисто мое мнение, я не говорю про других. Значит, вот так вот у нас Unforgerable. Вот так у нас выглядит коробочка. Ну, как это так. Следующее, что я вам покажу, это Red Scene. У нас вот такой красный грех. И вот так вот у нас все это дело выглядит. Но здесь, конечно, у меня еще много, потому что он не такой уж давний. Здесь у нас бантик. Видите, у Кристины все с этими вот... Вот с такими узорами, да. И коробочка у нас выглядит так вот, Red Scene. Ну, все как-то в одном стиле, да, выдержано. 150 раз повторюсь. Следующее, что у нас выходит, и это немножко... Видите, уже немножко разные. Они у меня такие на плане стоят, на первом. Это Woman. И здесь у нас уже не вот такая вот штука, как было до этого, а вот такие цветочки. Она такая золотая, и почему-то у меня ассоциируется это с золотом. И если я одеваю там, знаете, золотые сережки, то хочу натушиться этим парфюмом. Ну, знаете, у кого какие заскоки, у меня вот такие вот. Тут уже такая большая коробка, не знаю, почему-то кто-то начинает экономить на коробках, а кто-то, наоборот, начинает выпускать большие коробки. Вот. Ну, коробка совершенно не соответствует флакону. Не знаю, в чем прикол выпуск вот такой коробки. Ну, здесь, по крайней мере, есть пластмасска. Что вот не скажешь про следующую, но я недавно про нее снимала обзор. Ну, здесь, опять же, у Кристины Агилеры очень-очень такие крутые парфюмы, и они там выигрывают различные награды. И последний парфюм, на данный момент, который есть, он даже отличительно от других оформлен. И скажу, что здесь розовая водичка, хотя, может, вы видите ее желтоватый или еще какой-нибудь. Значит, это у нас Touch of Seduction. Оформлен он по-другому. То есть, смотрите, здесь у нас все такое, знаете, угловатое, да, здесь у нас все скругленное, да. Но все равно это из разряда все одного и того же. Здесь у нас такая вот мохнатая штука, цветочки. Пахнет он тоже прикольно. Вот тут Touch of Seduction. Но, опять же, повторюсь, ну, в том видео говорила, коробка как-то странно выполнена. То есть, он там бултыхался. Вот просто. Хотя тут есть отдельный отсек для него, ну, вот как-то вот не очень. Вуман как-то сделан, ну, по-качественному в этом плане. Ну, фиг ты с ней с коробкой. Коробку мы положили и все. Или, знаете, выкинули кому как. А нужно содержание коробки, а не сама коробка. В общем, как-то все вот так вот. Надеюсь, вам понравился данный обзор, потому что меня отвлекал мой кошак. Вот. Надеюсь, вас это сильно не смущало. Постаралась рассказать все, что знаю. По поводу ароматов я не умею описывать ароматы, поэтому... Но что есть, к сожалению. Но, как бы мы ни описывали, я думаю, все лучше понюхать в магазине. Так что, если вам нужны эти ароматы, бегите в магазин, они везде есть. Честно. Если не в магазине, заказывайте в интернете, они там тоже есть. В общем, везде эти ароматы есть. Огромное спасибо за внимание. Пишите, какие вам нравятся больше всего ароматы. Ну, и ставьте палец вверх. И огромное спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok